МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цзинь Лицюнь, директор-распорядитель Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, в прошлом занимал пост вице-президента Азиатского банка развития и курировал программы сотрудничества со странами Южной, Центральной и Западной Азией. Больше 20 лет работал в Министерстве финансов Китая, дослужив до поста вице-министра. Своей главной миссией в нынешней должности считает налаживание сотрудничества между странами ради всеобщего экономического развития. В процессе глобализации экономики нет проигравших, хотя уровень получаемой выгоды различается. У стран-участников Азиатского банка инфраструктурных инвестиций есть одно общее стремление – продвигать коммуникации, развивать инфраструктуру, прокладывать путь, на котором все смогут пользоваться плодами общего успеха. Под руководством Цзинь Ли Цюня состав постоянных членов Азиатского банка инфраструктурных инвестиций значительно вырос. С момента официального запуска в январе 2016 года к структуре присоединились 29 стран. Общее число государств участников финансового института сейчас – 86. Казахстан в числе ключевых соучредителей. Отличие Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в том, что он не связан тугими веревками бюрократии. Мы не создаем красивые, громкие, но часто излишние титулы и должности. Мы отлаживаем операционную политику и все процедуры, чтобы быть максимально эффективными и достигать значительных результатов, которые отвечают требованиям наших клиентов. Об эффективности работы банка говорит его международный рейтинг. В прошлом году авторитетное агентство Moody's присвоило финансовому институту максимальный рейтинг со стабильным прогнозом, что вновь стало поводом для разговоров о растущей конкуренции между банками развития в мире. Но Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, как подчеркивает его директор, никогда не был и не будет соперником Международному валютному фонду или Всемирному банку. В системе глобальной экономики достаточно места для разных институтов, говорит Цзинь Ли Цюнь. Некоторые озабочены конкуренцией между Азиатским банком инфраструктурных инвестиций и существующими международными банками развития. Я не думаю, что конкуренция может появиться, существует обширное поле для сотрудничества, и ни один из банков не может в одиночку покрыть дефицит в сфере инфраструктурного финансирования. В ближайшее десятилетие эта сумма может достичь 10 триллионов долларов. Даже объединенных ресурсов всех международных банков развития и частного сектора будет недостаточно для ликвидации этой нехватки. На будущее у Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и его первого руководителя амбициозные планы. Банк уже профинансировал и успешно запустил 25 проектов в странах Азии. На рассмотрении еще 16.